Продолжаем, у нас дальше Даня, группа, женская рок-группа Рэйди, с песней шоу. Шоу? Да, с шоу. Это будет шоу. Но я сейчас скажу, почему. Мне она не нравится. Реально какие-то ронетки. Они даже похожи. Это Лера, забыла, как это зовут. Лера Козлова? Да, вот это вот, которая. Реально ронетки, вернусьте. Мне что в том году не нравилось, что в этом? Даня меня расстраивает уже трогать подряд. Нет, это хорошее. Просто не кринжовое. Так. Молодец. Красивый мужчина из застойной, подожди. Вот знаешь, вот эта вот прическа, стиль 80-й, или как раньше ходили, с такими прическами. В общем, я поставила минус. Мне эта песня не нравится, она проходная, ни о чем. Знаешь, вот как Болгария, вот тоже вроде рок, да? Но они вот похожи для меня чем-то, потому что они проходные, они как-то ни о чем, похожи на Болгарию, похожи на повзрослевших рогеток. И выглядит старомодненько. И выглядит старомодненько тоже. К сожалению, Даня меня расстроила уже второй год подряд. Даня, 50 на 50. У меня потому что песня 50 это за... Там, короче, 50 и минус 50, короче, да. Не поняли, дай мне. Да. 50 за то, что хорошая песня, а минус 50 за самих девочек. Ну, прически мне не нравятся. Старомодный вот стиль, одеты. Ну, девочки красивые сами. Я не хейкер, в отличие от вас. Так, дальше у вас Эстония, Стефан, с песней Хоук. Красивый мужчина. Напоминает песню, знаешь, его в каких-то фильмах. Дикий Запад, да? Я уже всё выучила. Итак, Эстонии я поставила плюс. Красивый парень с красивым тембром. Есть мотивы кантри и Дикого Запада, но они как-то не вяжутся с самой Эстонией, как со страной. Это для меня некоторый минус. Но если абстрагироваться вот от всего этого, то песня хорошая. И запоминает вот этот вот I hope, I hope. Хочется тут вот напевать. Ну, а так песня мне нравится. Ну, если не учитывать, что это Эстония, как она связана вообще с Диким Западом, с этими мотивами кантри, а так всё нравится. Песня достаточно локальная, она очень быстро проедается, потому что мне даже мой мазал сейчас играет, а вот I hope, I hope, I hope, I'll see. Короче, ну, вы поняли меня. Ты можешь потом добавить в плейлист. Да, скиньтею. Так, а что ты поставила? Плюс? Плюс, конечно, плюс. Песня хорошая. Очень красивая. Да, прикольно, что оцениваешь именно по... Сколько тут это секунд отрывок? Она оценивает только отрывки, при том. Да, она оценивает все песни видео. Так, дальше в Финляндии группа Расмус с песней Джезабелл. Мне нравится оформление само. Вот это вот жёлтое с чёрным. Ты знаешь, почему я это люблю? Красное с золотым люблю. Он потом снимает эту шубу в конце, кстати, на выступление. Давай я тебе скажу слово. Не, подожди. Я хочу сделать заметку, что группа Расмус была популярна где-то в году 2005. У неё какой-то хит был. Но учитывая, что я родилась в 2000-х, и мне было 5 лет, я не знаю, кто такие Расмус. Честно, извините, пожалуйста, если здесь есть их фанаты. Но я просто, мне было 5 лет, и я ещё даже в школу не ходила. Поэтому я слушала и музыку другую, и я смотрела мультики в это время. А Вика даже не родилась. Да, кстати, ещё не родилась даже. В общем, мы оцениваем Расмус более-менее объективно, потому что мы не фанаты, мы не знали даже, что это какая группа есть, в принципе. Поэтому я себе написала 50 на 50. Почему? Это неплохо, но Blancenel как-то были лучше. Они взрывали, то есть у них песня была как-то по драйвове. Звучит старомойненько, потому что год 2005 всё-таки отзывается в этом всём. Но, тем не менее, мне почему-то нравится. Я не знаю, может быть, мне нравится слушать старую музыку, но меня как-то вот цепляет. Знаешь, это как guilty pleasure. То есть то, что тебе вроде нравилось когда-то давно, и эта песня, она как будто перетекает из твоего плейлиста каждый год подряд. В общем, я не знаю, как объяснить, но мне эта песня вроде как нравится. Хотя 50 на 50. Мне сложно объяснить, но Blancenel лучше для меня всё-таки. Вот. И нравится стилистика вот именно клипа и самого выступления вот этого вот жёлто-чёрного. Но у солиста немножко проблемы с вокалом, но, мне кажется, у всех рокеров такая часть есть. В общем, Rasmus я пока 50 и 50. Это неплохо, но Blancenel лучше. Что ты думаешь про Rasmus и про G-Z-Bell? G-Z-Bell, что ты ставишь? Плюс, минус, 50 и 50? Наверное, Блэш. Но я это не буду слушать. Да-да. Даже если мы с тобой будем смотреть полуфиналы? Гул, конечно, так слушать, но они не на постоянное сна. Нам больше заходит Blancenel. Blancenel, ва-а-а-а! Но это не значит, что Rasmus плохие. Ну, они норм, но как-то вот пришли с 2005 года. Может быть, это ей неплохо, может быть, для кого-то это ей неплохо. У них куча фанатов, я думаю. И они в финал, я думаю, тоже выйдут. И фанатов у них много. Вот не знаю, как жреться. Я просто спешу. Дальше у нас Франция. Вика ждёт, потому что Барбара про Ви. Её очень нравилось в прошлом году. И поэтому она к заявкам Франции тяготеет. Так, давай дальше. Я ещё объясню, почему не нравится. Я буду нужный дзиндай, клянусь. Ой, красавочка, кой. Я думала, что не нравится. Видишь, что и девушки там. Вот это как раз группа, с которой она даете. Это сам красивый. Они как дебилы просто встали. А Франция, я поставила огромный жирный плюс. Это немножко странная, но интересная заявка. И в ней есть что-то такое, знаешь, магическое, притягающее. Как будто на сцене происходит какой-то обряд. И вот такие девушки танцуют, да, всякие какие-то здесь забывания. Ну, в общем, и поют они на бретонском языке. То есть, это такой язык есть во Франции. Это, я такой музыкей даже не слышала никогда. Но песня очень нравится. И тем более Франция, естественно, в финале. И я думаю, что это может быть тёмная лошадка этого года. И она может даже войти в топ-10. Мальчик симпатичный. Девочки хорошо поют. Мне, в общем, мне очень нравится Франция. Даже больше, чем Барбара Прогим. Есть в ней что-то такое притягающее. Ну, извини, пожалуйста. Я просто говорю, это же моё мнение. Не про чубар, балалуцая. Ну, конечно, на второе место это максимум для неё был. Мне нравятся проигрыши в этой песне ещё. Так, а что ты скажешь? Хорошо. Хорошая, красивая песня для девочек красивенькие. Тебе хочется послушать её целиком? Да, да, да. Можем посмотреть потом. Хорошо, посмотрим потом. Как думаешь, ну, куда Франция может забраться с такой заявкой? В топ-5, наверное, что будет идёт. Ну, в топ-10 может быть. А если зрители... Ну, мне очень хочется, потому что... Ну, там, короче, на отборе были другие фавориты, а вы играли эти. Ну, я не смотрю отборы, мне не важно. Мне не важно, я оцениваю то, что есть сейчас. Ой, сейчас... Да, Грузия. Циркус-Миркус. Циркус-Миркус. I'm sorry. Zero points. Грузия — это тот случай, когда... О, господи, вот этот вот... Любитель мамочек того года... Ладно, мне сейчас... Опустим, да, этот момент? Ну, это был ужасный момент, конечно. Следующий у нас Грузия. Циркус-Миркус. Группа с песней Lock Me In. Или всё? Подожди. Я слова вообще не понимаю. Я не знаю пока, как это оценивать, вот честно. Я насчёт Грузии... Пока мне сложно сказать честно. Я пока поставила 50 и 50, потому что я ещё не разобралась, нравится мне эта песня или нет. Она вроде весёлая, но она идёт очень ровно всю песню. Вот. И под конец никакого особенного развития в этой песне нет. И чего-то не хватает. Вот вроде... Она вроде нравится, но вроде и нет. Вроде чего-то не хватает. Либо я пока что не расслышала. Но пока что 50 и 50. Но песня, в принципе, неплохая. Уж получше, чем любитель мамочек того года. С песней Ю. Как вообще Грузия в том году не отказалась от участия после таких заявлений, конечно. Я не знаю, как это оценивать. Честно. Сейчас. Что скажешь? Сложно, да? У них вообще жанр этой группы экспериментальный рок. То есть экспериментальный. Это рок? Ну вот если... Вот давай найдём. Можно? Давай найдём Циркус и Миркус. В каком стиле они играют? Они... Они... Не, в Википедии. Группа Циркус и Миркус. У них группа Циркус, блин, называется. Потому что они из цирка вышли. Кстати. Это реальный факт. О, вкус. Циркус и Миркус. Но Грузия молодец. Хотя бы в том плане, что это что-то оригинальное. От отличия от того года 18-го, 19-го. Господи, 19-й ужасная песня была. Экспериментальная музыка у них жанр. Типа они экспериментаторы. Прогрессивный рок. Прогрессивный рок. Прогрессивный рок группа. Три участника группа в основном убирает экспериментальную музыку. Смешивается много зоны. Каждая из которых... Ну это слышно, блин. Прогрессивный рок и вновь тренинг вверх. Каждая часть будет представлять груди. Ну давай, что скажешь? Ну очень непонятная. Очень непонятная, но очень интересная. Непонятная музыка прикольная, но ничего не понятно. Ну очень интересно, да? Да, интересно. Но я тебе скажу, что дальше песни особо не разбиваются. То есть она так же ровно и идёт. То есть ни особого развития нет. Я даже не знаю, сможет ли Грузия вообще выйти в финал. Пока что я не знаю. Надо ждать и выступление. Кто у нас дальше? Наши шесть человек. Германия. Германия. Малик Харрис. Списки рок-старс. Такой милый мальчик с гитарой. Я таких мальчиков на Евровидии не видела много. А вот он не напоминает. Да, кстати. И по голосу напоминает. Если у вас есть какие-то мысли, пишите в комментах, кого он напоминает. Как? Кто это даже не стоит? Надо в Яндексе найти. Малик Харрис. Где автор? Вот. Малик Харрис. Здесь я правильно... Малик правильно или Малик? Я Малик произношу. Малик Харрис. Где ты? Ну, знаешь, он, мне кажется, как Йендрик, он начинающий. Голос очень знакомый. Очень. Он кого-то напоминает. Да. Но я хочу сказать то, что Германия как-то выглядит немножко блекло на фоне остальной Биг-5. Да, потому что Биг-5 в этом году, кстати, постаралась. Я могу похвалить. Где моя Испания? И, ну, не знаю, образы мальчика с гитарой. Ну, песня приятная, но она ни на что не претендует. Возможно, даже... Ну, будет где-то в местах 20-х. Если они опять получат ноль, то я не знаю, что Германии нужно сделать, чтобы не получать ноль уже третий год подряд. А то это будет очень неприятно. Какая гень красивая, ужас. Что скажешь? Песня хорошая, не понравилась. Ну. Таких песен просто много. Очень много. Да, поэтому... Она просто не выделяется, да. Вот та же Грузия, она чем-то выделилась, а то, чем вот эта песня. Вот. Ну, а больше нам про Германию сказать особо нечего. Дальше. Греция. Аманда Тенфьорд. Спись и Дай Тугедер. Умрем вместе. Как вообще... Название классное. Ну, что я, мне нравится. Я немножко в депричняк. Я поставила 50 на 50. Я пока что Грецию не сильно расслушала. Ну, не знаю, мне как-то сложно говорить, но я пока ей не прониклась. Вот, все, что я могу сказать. Песня вроде неплохая, но просто все так говорят, что вот, Греция претендует на высокие места. Не претендует. Я не знаю, мне кажется, что не претендует. Ну, мне так кажется. Песня неплохая, но как будто бы тоже я их песен много слышала. Вот как та же самая Германия и Греция. Ну, вот если Кипр и Греция ставить вместе, то я выберу Кипр. Потому что звучит более аутентично, чем та же самая Греция, извините. У Кипра есть нотки Греции, а у Греции нет таких ноток. Извините. Я обращаю внимание, что я делаю. Я просто делаю, чтобы сесть наконец-то удобно. Ну, не знаю, Баба Саша все так букмекеры на нее ставят. И, я, что же, их не понравилось. Она хорошая, но, я смею, это непобедная песня. Непобедная? Непобедная. Это топ-5, может, в общем. Вот, кстати, многие в топ-5 и ставят, но для меня это не топ-5. Для меня... Может, дальше стоит? Ну, не знаю, я пока что не прониклась этой песней. Возможно, мне нужно больше времени, чтобы ей проникнуться, но пока что... Мне она не особо заходит. Извините, пожалуйста, если есть фарад агрессии. Что ты ставишь? Наверное, плюс больше. Потому что Петя такая... Я просто добрая. Я не могу сказать... Нет, я не могу сказать. Петя хорошая, аналогичная. Да, но тут надо ее полностью еще слушать. Может, это просто момент самолучий нам дать, и все. Так, о, дальше Исландия. Три сестрички. О, твоя любимая Исландия. Хотики из Исландия. Хотики из Исландия были в том году, да, Ди Фрейер со своей группой. Да. А в этом году три сестры будут петь. Я им в жизни не произнесу название. Вот. Мэд... Я уже скучаю по Дадди. Ну, знаешь, я уже могу сказать, что по сравнению с прошлым годом Исландия немножко назад. Потому что, ну, Дадди там вошел в топ-5, а это явно не войдет в топ-5. Вот, видишь, группа с сестры. Ну, типа сестры. Я так думаю. Три сестры, кстати, друг по-другу похожи. Моя суть. Да ладно. Там можно Википедии посмотреть. Ай, ты пустя. После садии в Ирландии. Господи, наконец-то! Чао! Итак, давай дальше. Чао! Ирла... А, Исландия. Ирландия, Исландия. Пакия, Виттория! Вот это очень красиво они. Сам фон. Видишь, они похожи? Они же сестры. Три сестры. Ну, да, кудренькие все. Исландия я тоже пока поставила 50 на 50. Это песня, у которой хорошо сочетаются голоса у сестер. И песня, она ламповая. Вот даже само выступление, оно выглядит достаточно милым, ламповым, таким уютненьким. Может быть, потому что это такая сестринская атмосфера. А мы тоже сестры. Тут не похож маленьчика. Да, но эта песня тоже не претендует на какие-то высокие места. Но я могу сказать, что она такая ламповая и уютная. Но я думаю, не всем зайдет. А, ты что думаешь? Песня хорошая? Ну... Тоже 50 на 50. Хороший, чтобы согласиться. О, дальше Ирландия. Это... Наконец-то ты думаешь, Лена, то, что ты хвалишь Ирландию. Ты же обычно ее хейтишь. Ирландия. Моя личная фаворитка в этом году. Хотя, казалось бы, я обычно Ирландию не очень жалую. В особенности в прошлом году, в 20-м, когда выступала Лесли Рой. И это был для меня кошмар. Потому что плохое было выступление. И пела она плохо. И в итоге финал не прошла. Но это было закономерно. Я это сразу сказала. А сейчас послушаем Брук. Не нравится, что я не буду. Она заверсится в ТикТоке особенно. Итак, что я могу сказать о Брук. Моя фаворитка. Почему? Потому что песня легкая, ненавязчивая. И в этом ее прелесть. То, что она навязывается наоборот. Она вроде ненавязчивая, но навязывается в голове именно при певе. Вот этот вот That's Rage. Она запоминается. И мне очень хочется, чтобы ее живое выступление и номер. Все-таки подвели Ирландию в финал наконец-то. Потому что Ирландии там уже очень давно не было. И наконец-то она выбрала песню, которая хотела бороться выйти в финал. Да, она хорошая. С прошлым годом это вообще хит. Я ее переслушиваю каждый день. Она реально въедлась. Я ее добавила себе в плейлист. Да, вот она въедает очень легко. Это качу. Тут даже нечего. Песня сама по себе говорит. Это все. Она офигенная, музыкальная, вокальная. Может быть, она такая сильная, но... Она вроде как легкая и навязчивая, но при этом в ней есть прелесть. То есть я такие пески люблю. Я не люблю такие громоздкие песни. Может быть, поэтому мне Греция не очень заходит. Там немножко как-то все громоздко, поэтому... А вот Ирландия мне заходит. Так что нам она понравилась. Следующая Израиль. Майкл Бен Дэвид с песни I Am. Там могла даже мне не говорить об этом. Я бы поняла сама. Был ремемб этой песни, но мне старая версия больше нравится. Ирландия, смотри! Ирландия, смотри! С этой челкой, с челочкой, смотри! Там на Мэйнде похожа была девчонка. После... Можно потом... Выклотить себе глаза после этого? Фухаряга нормальная. А он еще танцует, и у него в живом выступлении есть танцы. Ну, знаешь, эта песня больше для подиума подходит. Кстати, многие говорят, что это версия Шанель 2.0, только мужская. Но из Испании, которая. Типа, у нее тоже танцы, а это Израиль, которая тоже танца. Поэтому многие говорят, что это испанская... Ой, израильская версия Шанель, типа. Я не понял, что это Шанель. Шанель из Испании. Про Израиль могу сказать, что поставила 50 и 50, потому что до Ревампу мне эта песня нравилась больше. Я скажу, что эта песня мне напоминает вот такие песни для подиума. Вот когда ты выходишь в каких-то шубах, или чтобы продемонстрировать новую коллекцию одежды, вот мне кажется, вот эта песня подходит. Исполнитель такой манерный. Ну, не знаю, плюс это или минус. Мне такие исполнители не очень заходят. Но я думаю, что хореография у него на уровне. Тем не менее. А песня, ну, пока 50 на 50 я поставила. Больше до Ревампу нравилось. А то вот добавили, вот... Они пытались добавить что-то такое израильское, но мне кажется, старая версия была лучше. Но, учитывая, что я её не слышала, ты не поймёшь, о чём я говорю. Там был просто бит. Вот без этих всяких вот израильских вставок. Там был просто бит. И он там тоже вот пел. Нормально, кстати, пел. Так, что скажешь про Израиль? Песня хорошая. Но мотив вот эти вот все. Я не мешал? Да. Лучше бы... Там был просто бит вот этого всего. И он слушался нормально. Я не знаю, зачем они поменяли. Не знаю, пытались, может, что-то оригинальное сделать, но мне больше нравились прежние версии. Я никак к этому не могу привыкнуть. Он? Да. Ой, этот мальчик вообще хитренный. Да, да. У меня хорошая песня, кому мне понравилось. Вайкап. Я говорю, в Бельгии всегда хорошие песни. Он зажатый был. Да, да. И это ему помешало. Кстати, ему написали песню хуверфоник, в которой в том году участвовали. Песня хорошая, мы его слушали. Это он принимал участие в написании этой песни. Параллельно вспоминаем заявки. Параллельно вспоминаем старые заявки. Параллельно вспоминаем старые заявки. Кирилл. Daar. Параллельно вспоминаем готовplants. Пр原 Vide comp 위에- Параллельно вспоминаем элипану. Параллельно вспоминаем элипану. О, есть 없어 способisin. Парааллельно вспоминает элипанатю. Параллельно вспоминаем элипану. Мы ещё до Италии дойдём, не переживай Как жаль, что они не приедут Хотя я даже билет не покупала, но жарко Никогда меня ничего не смеет, вот это моя любовь